Девушки отдыхают Только главные новости Черноморского флота и Севастополя в информационной программе «Отражение». В студии Александр Грохольский. Здравствуйте! Флагман Черноморского флота посетил столицу Португалии Лиссабон. Ветерану Великой Отечественной войны и военно-морского флота Леониду Дмитриевичу Челкову исполнилось 100 лет. В Крыму завершился 13-й международный ретро-кинофестиваль «Виваткомедия». Об этих и других событиях более подробно в репортажах наших корреспондентов. Флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер «Москва» посетил столицу Португалии Лиссабон. Это первый порт, в который зашли черноморцы с деловым визитом в рамках трехмесячного похода. Это не первый визит флагмана Черноморского флота в португальскую столицу. В 2008 году экипаж крейсера посещал Лиссабон и участвовал в совместных учениях с португальскими моряками. В первый день пребывания гвардейский ракетный крейсер «Москва» посетил чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Португалии Олег Белоусов. Командир крейсера гвардии капитан первого ранга Сергей Тронев провел для дипломата экскурсию, рассказал о предназначении и задачах корабля. В свою очередь Олег Белоусов отметил, что визиты российских боевых кораблей в порты Португалии играют очень важную роль в укреплении дружественных связей между государствами. В дни стоянки доступ на российский военный корабль был открыт для всех желающих. Посмотреть на крейсер пришли тысячи людей. Помимо жителей и гостей Лиссабона, ГРКР «Москва» посетил командир корпуса морской пехоты ВМС Португалии контр-адмирал Луиш Пичоки. Мы всегда рады визитам российских моряков. Это настоящие профессионалы своего дела, и мы всегда находим с ними общий язык в любых вопросах. В португальской столице для экипажа крейсера была подготовлена культурная программа. Черноморцы посетили музей военно-морских сил Португалии, познакомились с достопримечательностями и традициями города Порта. На прошлой неделе в Севастополе побывала делегация Совета Федерации Федерального собрания России во главе с председателем Комитета по обороне и безопасности Виктором Озеровым. Гости посетили ракетный корабль на воздушной подушке «Барам», музей Черноморского флота и Владимирский собор «Усыпальницу русских адмиралов». В штабе Черноморского флота с участием российских парламентариев прошло расширенное заседание руководителей органов военного управления флота, на котором обсуждалось состояние учебной боевой деятельности и организационно-правовые аспекты социального обеспечения военнослужащих Черноморского флота. Репортаж нашего специального корреспондента. В соответствии с Российской Конституцией Совету Федерации Федерального собрания предоставлено право на использование вооруженных сил, находящихся за территорией государства. Поэтому уже традицией в деятельности членов Комитета по обороне и безопасности Совета является посещение военных округов, флотов, пограничных застав и отдельных войсковых частей не только в России, но и за рубежом. Парламентарии не в первый раз прибыли на Черноморский флот и знакомы с проблемами моряков, проходящих службу в этом регионе. Для более детального изучения реальной обстановки и ряда нерешенных вопросов жизни и службы личного состава, свой визит они начали с посещения ракетного корабля на воздушной подушке «Бора». Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров представил экипажу «Боры» своих коллег и заместителей, среди которых трое генерал-полковники, имеющие за плечами огромный служебный опыт. Он рассказал о целях своего визита и поблагодарил моряков за успехи в службе. Командир корабля, капитан второго ранга Валерий Транковский и механик радиотехнической боевой части матрос Игорь Матишин распоряжением председателя Совета Федерации были награждены наручными часами. Встреча проходила в спокойной демократической обстановке. После фотографирования с экипажем «Боры» гости знакомились с устройством корабля, общались с матросами, старшинами, мишенами и офицерами. Изучали быт и проблемы моряков. Сегодня мы ведем работу по взаимодействию с правительством Российской Федерации, с комиссией по Черноморскому флоту, для того, чтобы те вопросы, которые еще сегодня не решены, они решались более оперативно. Конечно, одно дело слушать командующих в Москве, другое дело побывать здесь, поговорить с ребятами, как вы видите, те, кто проходит срочную службу, те, кто проходит службу по контракту, будь то митчмены или офицеры, чтобы создать для себя ясное понимание, в каком направлении мы должны, как Комитет по обороне и безопасности, в целом Совет Федерации, парламент России двигаться, чтобы наше присутствие здесь, на Черноморском флоте, закреплялось не только соглашением с украинской стороной, но еще вниманием со стороны и федеральных органов государственной власти, и взаимопониманием с украинской стороной. Завершив свою работу на боре, парламентарии почтили память героев Великой Отечественной войны. Они возложили венок и цветы к вечному огню мемориала защитникам Севастополя, павшим во второй героической обороне города. С большим интересом москвичи знакомились с историей создания сражений и славных побед Черноморского флота в Старейшем музее Севастополя. На встрече с руководителями органов военного управления флота Виктор Озеров подробно говорил о том, как контролируется выполнение соглашения между Россией и Украиной о порядке пребывания Черноморского флота на территории Украины и остановился на вопросах особенно интересующих черноморцев. В настоящее время Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности активно работает над решением проблем социальной защиты военнослужащих, касающихся гражданства членов их семей, безвозмездной передачи жилья в собственность тем, кто увольняется в запас, увеличение заработной платы гражданскому персоналу, работающему в воинских частях Черноморского флота Российской Федерации. Экипаж ракетного корабля на воздушной подушке «Бара» ежегодно принимает участие в праздновании Дня военно-морского флота, который проходит в Севастополе. Зарубежные эксперты считают ракетоносец самым мощным кораблем такого типа не только в России, но и в мире. Во время парада экипажу предстоит выполнить сложный маневр в центре узкого фарватера Севастопольской бухты. О том, как на ракетоносце идет подготовка к празднику, репортаж Марии Егоровой. В день военно-морского флота именно ракетному кораблю на воздушной подушке «Бара» оказана честь открывать парад, посвященный празднику. Даже несмотря на то, что экипаж ракетоносца выполняет эту почетную миссию каждый год, и, казалось бы, действия моряков уже отработаны до автоматизма, тем не менее, все на корабле относятся к этой задаче с высокой ответственностью. Подготовка к празднику начинается с электромеханической боевой части. Старший машинист-газотурбинист Максим Сидорин уже не в первый раз участвует в параде кораблей. Его зона ответственности – обеспечение бесперебойной работы главных двигателей. Именно от его действий зависит движение ракетоносца, который буквально пролетает над водой под восторженные аплодисменты и приветствия тысяч зрителей. В первую очередь появилась какая-то гордость в том, что не просто участвуешь в параде, а еще и открываешь его. И открываешь не просто своим присутствием, а даешь ход кораблю. То есть корабль идет благодаря твоим умениям и действиям. Еще на призывном пункте Максим попросил направить его служить на Черноморский флот. Он с детства мечтал о кораблях, море, романтике дальних походов. Поэтому распределение в экипаж корабля на воздушной подушке «Бора» считал огромной удачей. Современный ракетоносец, сложная аппаратура, серьезное вооружение. Матрос Сидорин, ступив на палубу «Боры», буквально сразу понял, что в медицинский институт больше не вернется. Техника – вот его призвание. Если ее любить, лелеять, обслуживать, вовремя делать осмотры, то она не подведет. А если подведет, то это будет какой-нибудь маленький сюрприз, который будет очень легко устранить в кратчайший строй. Решение подписать контракт с Министерством обороны пришло уже через несколько месяцев службы. К тому времени Максим с трудом представлял свою жизнь без родного экипажа и своей техники, которую изучил досконально. Я когда служил здесь срочно, я ее здесь прослужил год, ну 10-12 месяцев. Слился с экипажем, привык к ним ко всем и уже очень много сил и терпения отдал своим машинам, своим турбинам. Поэтому решил, что здесь лучше остаться и работать здесь уже, потому что и заработная плата стоящая, и обещают жилье, будем ждать жилье. Ну так вот, просто освоился здесь и все, и здесь все устраивает. И влюбился в город. Командование корабля поддержало Максима. Ведь матрос Сидорин уже сумел проявить себя. Не подвел и на ответственных крупномасштабных учениях, и на международных маневрах. Я думаю, что военнослужащие по контракту очень нужны на кораблях, да и не только на кораблях. Так как матросы срочно службы, они на корабле живут, обучаются всего год, в них вкладывается очень много сил. А на выходе отдачи очень мало, так как матрос даже до конца бывает, не успевает свою специальность изучить полностью. Как приходит время, ему уже уходить на дембель. И приходят другие люди, приходится их опять учить. И так по кругу все время. А военнослужащие по контракту – это люди, которые уже все умеют, все понимают. Они осмысленно пошли на службу по контракту. Они выбрали этот путь самостоятельно, осознанно. Хорошо подготовленные люди, которые уже свою специальность полностью знают. И они свои навыки только совершенствуют и совершенствуют. Вот в этом плане, конечно, без военнослужащих по контракту сейчас никуда. Максим занимается обслуживанием двух газотурбинных двигателей мощностью по 60 тысяч лошадиных сил, которые позволяют кораблю развивать скорость свыше 55 узлов, что соответствует 93 километрам в час. Недаром название ракетоносца означает «сильный порывистый ветер». Сегодня старший машинист-газотурбинист электромеханической боевой части «Сидорин» – профессионал, искусный мастер, которого уважают не только в своем экипаже. Кстати, в 25 лет он уже и педагог, наставник молодежи. Значит, смотри, воздух мы подали уже, и вот этот пульт, который управляет этим клапанным ППР, который стоит на турбине, его можно прочел. Вот вверх нажми и резко отпусти. Не бойся, сейчас щелкну. Все. По примеру своего учителя, молодой матрос Константин Пасек тоже серьезно подумывает о контракте. Найти хорошо оплачиваемую работу на гражданке сложно, а став кадровым военным, Костя не только будет получать приличную заработную плату, но и сможет помогать деньгами родителям. Попал на флот, понравилось, только много нового знал. Как бы обеспечивать себя можно, ну и все подписать. Бывая в отпуске на родине, старший матрос «Сидорин» не устает рассказывать друзьям и близким о чудесном белокаменном Севастополе, о баре, об экипаже. Подписав контракт и встав на ноги, он привез в город у моря молодую жену Марину. Как всегда, она обязательно будет среди зрителей на день флота и с волнением станет ожидать выхода бары, зная, что ход машинам дает ее муж. Я горжусь тем, что он у меня военнослужащий. Я вижу, что он этим гордится. И как бы у него это, ну, ну, он хотел это давно. Он уже давно этим хотел заниматься и пойти по стопам деда. Я счастлива. Я еще больше счастлива, если ему хорошо. Сразу после празднования Дня военно-морского флота бары отправятся к берегам Турции, где примет участие в международных маневрах «Блэк Си Фор». Затем моряки приступят к подготовке к осеннему сбор походу разнородных сил Черноморского флота. В ходе учения экипаж будет выполнять ракетно-артиллерийские стрельбы главным корабельным комплексом. Главную мачту бары украшают более 10 звезд. Они означают, что корабль успешно выполнил задачи различных флотских учений и получил призы по ракетной стрельбе. В экипажу уверены, что скоро еще одна звезда украсит мачту ракетоносца. Ветерану Великой Отечественной войны и военно-морского флота Леониду Дмитриевичу Челкову исполнилось 100 лет. Вице-адмирал начал принимать поздравления с самого утра. Первым к юбиляру пришли, конечно, моряки Черноморского флота России во главе с командующим вице-адмиралом Александром Витко. Цветы, подарки, тосты в честь легенды российского флота. Леониду Дмитриевичу довелось послужить на трех – в Тихоокеанском, Северном и Черноморском. Прошел войну, сражался на море под Николаевом, Керчью, Новороссийском. Был ранен. Затем Северный фронт. Конвоя, отражение атак немецких субмарин – снова ранение. В послевоенные годы Леонид Челков осваивал новые корабли, вооружение. Было и испытания крейсеров. Первые пуски крылатых ракет в присутствии Хрущева, Булганина, Маленкова, Микояна, Кузнецова, Горшкова. Первые боевые службы в Средиземном море. Служил, как все служат. Честно, добросовестно. Удивительный человек, блестящий офицер, искусный руководитель. Леонид Дмитриевич достиг серьезных высот в карьере. В жизни создал прекрасную семью. Воспитал детей, внуков, правнуков. А сколько адмиралов на разных флотах России обязаны ему знаниями. Он всегда щедро делился с молодежью своим бесценным опытом. Когда-то СССР называли сверхдержавой. И это правильно, потому что Отечеству беззаветно служили сверхлюди. Герои нашего времени. Такие, как Леонид Дмитриевич Челков. Столетний юбилей которого мы сегодня отмечаем. 13 июля исполнилось 85 лет за дня рождения талантливого советского писателя Валентина Пикуля, автора более 20 романов и повестей об истории России. Его книги были изданы на 32 языках мира, тиражом свыше 300 миллионов экземпляров. По произведениям любимого народа мастера исторической прозы, по-прежнему снимаются фильмы и ставятся спектакли. В вооруженных силах России прошли литературные кают-компании, посвященные творчеству писателя. На Черноморском флоте в морской библиотеке имени Лазарева к 85-летию Валентина Пикуля был произведен литературный вечер. В нем приняли участие не только сотрудники учреждения культуры, но и представители клуба любителей истории Севастополя, а также военно-научного общества. Тему продолжит Анжела Хмелевская. Литературный вечер предваряла небольшая выставка, посвященная дню рождения Валентина Пикуля. В ней несколько книг с его автографом, подаренных библиотеке автором. Произведения писателя были настолько популярны и так востребованы читателями, что даже эти ценные экземпляры выдавались на абонементе. В экспозиции письмо из переписки Валентина Пикуля с сотрудником библиотеки Евгения Шварц. Он заказывал здесь необходимые для работы над романом «Фаворит» материалы. Вадим Щербицкий много лет дружил с Валентином Пикулем. Впоследствии написал о нем две книги. А познакомились они в 1945 году, когда поступали в Ленинградское подготовительное военно-морское училище. Туда принимали в основном тех, кто потерял отцов на фронте. Но конкурс был очень большой. Вот из потока, в котором я поступал, из 98 человек осталось всего четверо. У Валентина Пикуля к этому моменту за плечами было пять классов образования, учеба в Соловецкой школе юнг и опыт службы на эсминце Грозный Северного флота, где в 16 лет он командовал боевым постом. Но мысль посвятить всю свою жизнь военной карьере юношу не привлекала. Не было интереса у него, понимаете. Он запустил занятия, не писал ни контрольные, ни лабораторные не выполнял ничего. Короче говоря, он прилично поотстал. И потом, значит, да, и в это время он по вечерам, а его как ленинградцы отпускали там, он посещал кружок при литературном объединении Ленинграда. Оставив училище, Валентин Савович занялся самообразованием. Он изучал историю всю жизнь, собрал богатую библиотеку. В ней более 70 тысяч библиографий, составленных Валентином Пикулем. Но главное наследие писателя – литературное. Автор 20 романов, в том числе «Криссера», «Тревозорстаки Ниссан», «Честь имею», «Слово и дело» и более 150 исторических миниатюр, известен во многих странах мира. Сегодня существует международная премия имени Валентина Пикуля. Сергей Горбачёв – один из её лауреатов. Инициатором её учреждения стала Международная ассоциация писателей-баталистов и маринистов. Ею отмечались литераторы, которые так или иначе затрагивали военно-патриотическую тематику в своих произведениях, независимо от жанров – публицистика, проза, поэзия. Сегодня неоднократно поднимается вопрос об архивах писателях, которые до сих пор находятся в Латвии. Его вдова Антонина Пикуль поддерживает инициативу перевести книги, исследовательские материалы, библиотеку и личные вещи Валентина Савовича в Санкт-Петербург, где 90-летию писателя возможно появится центр музея его имени. Приказом главнокомандующего ВМФ от 19 декабря 1995 года в российском флоте ежегодно учреждено отмечать День авиации военно-морского флота России. Дата празднования – 17 июля, а по старому стилю – 4 июля, связана с первой победой русских гидросамолетов в воздушном бою против немецких аэропланов. Идея применения аэропланов в вооруженной борьбе на море появилась почти сразу после их создания. Уже в 1912 году обсуждались идеи использования авиации для ведения тактической воздушной разведки, несения дозорной службы, противодействия аэропланам противника для атак кораблей и судов. Одновременно проводились различные эксперименты по отработке этих задач в морских условиях с использованием гидроаэропланов. Особенно большое внимание уделялось поиску способов передачи разведывательной информации с самолетов на корабли, обнаружения с воздуха минных полей и поиска подводных лодок. О том, как создавались боевые традиции русской морской авиации, расскажет наш специальный корреспондент. В 2013 году этому роду сил военно-морского флота исполняется 97 лет. Ровно столетия назад авиаконструктор Дмитрий Григорович построил первую отечественную летающую лодку. Неудовлетворенный ее характеристиками, он тут же взялся за создание нескольких более совершенных конструкций гидроаэропланов. Вскоре, в кратчайшие сроки, было собрано его новое детище. Модель М5, оснащенная 100-сильным двигателем, корпусом лодки измененной формы и увеличенными крыльями, показала в воздухе блестящие результаты. Соотношение массы самолета и мощности мотора оказалось оптимальным. По тем временам характеристики М5 оправдали все ожидания конструктора. Его скорость была 128 км в час, а потолок достигал 4,5 тысячи метров. Первоначально в морской авиации использовались гидросамолеты иностранного производства, но уже с 1913 года на вооружение флота стали поступать машины отечественных авиастроителей. М5 был закуплен морским ведомством в количестве 300 экземпляров. Он снискал подлинную любовь летчиков, а имя конструктора Григоровича было вписано золотыми буквами в книгу истории мировой авиации. Воздушный разведчик М5, исследовавший за ним М9, уже вооруженный пулеметами, стали основными рабочими лошадками первых отрядов морской авиации Балтики и Черного моря. В ходе Первой мировой войны четко обозначились тактические задачи гидросамолетов, разведка морских акваторий и поиск подводных лодок противника. Всего к 1915 году на Балтике было 47, а на Черном море 30 гидросамолетов. Отряды морской авиации создавались на Каспии и Дальнем Востоке. 4 июля 1916 года группа летающих лодок М9 с гидрокрейсера «Орлица» встретились в балтийском небе с германскими самолетами. Внешне М9 мало отличались от безоружного разведчика М5, и немцы явно недооценили своего противника. Российские воздушные стрелки вступили в бой и наглядно продемонстрировали умение обращаться со своими пулеметами. Трассирующие пули попали в цель. Один за другим две германские готы были сбиты. Так состоялось рождение русского морского истребителя. Спустя 80 лет эта победа была увековечена приказом главкома военно-морского флота, как день авиации в МФ России. Успех применения гидросамолетов всеми воюющими сторонами Первой мировой растопил лед недоверия со стороны высокопоставленных стратегов к летающим лодкам. А руководство морским ведомством убедилось в целесообразности использования на флоте, в первую очередь машин, приспособленных к взлету и посадке на воду. Сегодня морская авиация является неотъемлемой составляющей сил ВМФ России. Пилоты самолетов и вертолетов, входящих в состав Черноморского флота, успешно выполняют задачи боевой подготовки. Противолодочники Качинского гарнизона совсем недавно отметили свое столетие. Уже 12 лет прошло с того времени, когда первые Су-24 морской авиации приземлились на полосе военного городка в Гвардейском. В соответствии с российско-украинскими договоренностями в КРУ может базироваться до 22 единиц таких машин. Сейчас мастерство пилотов позволяет решать широкий спектр задач как во взаимодействии с другими силами флота, так и самостоятельно. Командование Черноморского флота, уделяющее максимум внимания боевой подготовке авиаторов, уверено, что это мощное крыло способно сегодня, как и сто лет назад, надежно защитить воздушные рубежи Юга России. В Крыму завершился 13-й международный ретро-кинофестиваль «Виваткомедия», посвященный 90-летию со дня рождения народного артиста СССР, почетного гражданина Ялты и Крыма Михаила Пуговкина. На фестивале прошел показ лучших отечественных комедий прошлых лет. Концертную программу представил украинский музыкально-драматический театр на Арбате «Эней» из Москвы. Состоялась премьера документального фильма «Неизвестный Михаил Пуговкин». Ретро-кинофестиваль открылся в Ялте и, совершив путешествие по городам Крыма, традиционно завершился встречей со зрителями в последней точке маршрута – в Севастополе. Фестиваль «Любимое детище» Михаила Пуговкина. Он его придумал и был первым президентом. Актер носил официальное звание «Король кинокомедии». Юмористические роли принесли ему популярность и зрительскую признательность. Последние пять лет «Виват Комедия» поселился в Крыму. Теперь его проводит вдова актера Ирина Пуговкина. Я счастливый человек, я счастливая женщина. В моей жизни есть Михаил Иванович. И пока будет биться мое сердце, я буду сделать все, чтобы его никто не забывал. Потому что какой он на экране, такой он и был в жизни. Легкий, с глубоким юмором. А самое главное, очень любил своего зрителя. Михаил Пуговкин снялся в ста фильмах, и большинство из них были комедийными. Его герои были удивительно обаятельны и харизматичны. Независимо от того, играл ли актер главную роль или эпизодическую. Михаил Иванович обладал тонким чувством юмора, искрометным и зажигательным. Ну-ка, смелее, напрямик, с вашей фигурой. Это шик, раньше так, потом вот так, да я, плясать вас так. Это достояние. Понимаете, это... Это нечасто встречающее достояние. Это то, что нужно оберегать и хранить. Это вот настоящий русский артист. Глыба. Актерская глыба. Это самый умный Иванушка-дурачок из русской сказки. И самый веселый. И самый изобретательный. Мудрый. Простой крестьянский мальчишка, работая на заводе, учеником электромонтера, увлеченно занимался в драматическом кружке. Уже в 16 лет он играл в профессиональном театре, а в 17 получил первую роль в кино. Потом война. Михаил Пуговкин – доброволец, рядовой разведроты. Тяжелое ранение в ногу, и он продолжает службу в танковом училище. А война про все забудь и пенять не вправе. Собирался в дальний путь, там приказ отставить. Грянул год, пришел черед. Нынче мы в ответе. За Россию, за народ и за все на свете. Уже после войны Михаил Иванович учится в школе-студии МХАТ. Затем он много играет в театре имени Ленинского комсомола. Но в 1960 году решает полностью посвятить себя кинематографу. Ты, бояр, о нем соблазнял. Я, а за есмь, житие мое... Михаил Пуговкин самой большой своей творческой удачей считал работу режиссеров Леонида Гайдая в шести фильмах подряд. У Андрея Тутышкина «В свадьбе в Малиновке» и «Шельменко-денщик». А также у великого сказочника Александра Роу «Четыре роли королей и царей». Михаил Иванович был частым гостем в Севастополе. Проводил творческие вечера со зрителями. Любил выступать перед черноморцами. Искренне с ними дружил. 13 июля на набережной Ялты в день юбилея всенародно любимого актера был заложен камень на месте, где будет установлен памятник Михаилу Пуговкину. Желаю вам успехов в труде и большого счастья в личной жизни. Благодарю за внимание. На этом наш выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова